Традиционный борцовский кубок у моря проходит в Владивостоке уже шестой год подряд. Еще на старте этих соревнований в них закладывалась одна простая идея – популяризировать олимпийские виды спортивной борьбы. В этот раз задачи справились на ура, потому как организаторы смогли объединить на коврах как вольников, так и греко-римлян. Этот турнир сегодня собрал 360 участников. И, конечно, мы не ожидали такого количества. Только от Якутии 60 человек приехало. Поэтому я очень-очень рад этому. Безусловно, это все поможет развитию и на Дальнем Востоке, ну и, конечно, прежде всего, в Приморском крае. Такие смешанные состязания собрали в Краевом доме физкультуры ребят в возрасте до 16 лет. Турнир позволил тренерам проанализировать, кто из подопечных, в какой форме находится после межсезонья и летних каникул. За такой проверкой поехали спортсмены с самых разных уголков восточной части страны. Сибирский федеральный округ выиграл. На Россию ездил, не вошел в десятку. Ожидания. Приезжаю редко. Второй раз на Востоке. Ожидания. Ну, большой масштабный турнир. Есть, побороться с кем. К этим соревнованиям я две недели готовился, сбрасывал вес. Они другие. Раньше таких не было. Тут намного больше человек и интереснее. Борцы выкладывались на полную, сражались по несколько минут. Однако часто последнее слово все же оставалось за судьями. Наверное, ни в одном другом боевом виде спорта не увидишь таких ожесточенных споров среди рефери. Судейство в спортивной борьбе – чрезвычайно сложная вещь. Нужно следить за каждой мелочью и быть максимально беспринципным. Не зря на таких турнирах даже стоит система с видеоповторами. А для вынесения финального результата приходится пару минут посовещаться. Конечно, много нюансов. Поэтому вот, что нечеткие правила стали. Каждый воспринимает по-своему. Поэтому бывает накладка. Правила меняются через каждые полгода или три месяца. Которые, в общем-то, не дают, так сказать, пользы. Лучшие борцы в своих весовых категориях по итогу получили заслуженные награды. Однако, помимо них, чествовали и тех, кто отличился ранее. Свои долгожданные и значимые корочки получили мастера спорта и судьи всероссийской категории. Как отметили в местной федерации, сейчас, в осенне-зимний сезон, домашних турниров не будет. Все потому, что приморцев ждет череда выездных соревнований. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.